Твоего да мне будем свет неприступный, И исправи стопы наши к деланию заповедей Твоих, Молитвами причисся Своей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Жанна и Твои, Будье победительная, Я, по избавшейся от злых, Глагода сына, я восприсуем тираной Твоей Богородице. Но я, поимущая, держау непобедимую От всяких нас без заплани да завемти, Радуйся, невеста, не невестная. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше. Слава Тебе. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, Имени и Присней, во веки вековами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи, истинный Бог наш, молитвами причистится, Матери всех святых, помилует и спасет нас, как облак и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поучение из беседы святителя Иоанна Златоусова из 7-го ту тома о чтении и поучении в Священном Писании. По-настоящему нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служили нашим душам благодать Духа, и чтобы, как и те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уж хотя бы вторым путем. А что первый путь был лучше, это Бог показал и словом, и делом. В самом деле, с Ноем, Авраамом и его потомками, равно как с Иовом и Моисеем, Бог беседовал не через письмена, а непосредственно, потому что находил их ум чистым. Когда же весь еврейский народ пал в самую глубину нечестия, тогда уже явились и письмена, скрижали и наставления через них. И так было не только со святыми в Ветхом Завете, но, как известно, и в Новом. Так и апостолам Бог не дал с чего-либо писаного, а обещал вместо Писаний даровать им благодать Духа. Но так как с течением времени одни уклонились от истинного учения, другие – от чистоты жизни и нравственности, появилась опять нужда в наставлении письменном. Размысли же, какое будет безрассудство, если мы, которые должны бы жить в такой чистоте, чтобы не иметь и нужды в Писании, а вместо книг представлять сердца Духу, если мы, утратив такое достоинство, и, возимев нужду в Писании, не воспользуемся, и как должно даже и этим, вторым врачеством. Чтобы этого не случилось, обникнем тщательное в то, что написано, и рассмотрим, как дан был Ветхий Закон, и как Новый Завет. Итак, каким образом, когда и где дан был Древний Закон? После гибели египтян в пустыне, на горе Синай, в огне и дыме, выходившем от горы, при звуке трубы, среди гроба и молний, по вшествии Моисея в самый мрак, а в Новом Завете не так, ни в пустыне, ни на горе, не среди дыма и мрака, тьмы и бури, а при наступлении дня в доме, когда все сидели вместе, и все происходило при глубокой тишине. Своё произведение евангелист Матфей справедливо назвал Евангелием. В самом деле, он всем врагам, невеждам, сидящим во тьме, возвещает конец наказания, разрешение грехов, оправдания, освящения, искупления, усыновления, наследия небес и сродства с Сыном Божиим. Что же может быть сравнится с таким благовестием? Бог на земле, человек на небе. Все в соединении ангелы составили один лик с людьми. Люди соединились с ангелами и прочими горними силами. Очевидно стало, что древняя брань прекратилась, что совершилось примирение Бога с нашим естеством. Дьявол посрамлен, демоны изданы, смерть связана, рай отверст. Клятва упразднена, грех истреблен, заблуждение удалено, возвратилась истина, повсюду сеется и растет слово благочестия. Небесная жизнь наслаждается на земле. Горние силы пребывают в дружественном общении с нами. Ангелы непрестанно сходят на землю, и великая явилась надежда на будущее. Вот почему Матфей назвал свою историю Евангелем, как бы давая разуметь, что все другое, как, например, богатое имущество, величие власти, начальство, слава, почести и все прочее, почитаемое людьми за благо, составляет одни лишь пустые слова. А обетования, данные через рыбарей, должны называться собственным и преимуществом смысле благовестием. Но почему, спросим, при столь великом числе учеников пишут только двое из апостолов и двое из их спутников, так как кроме Иоанна и Матфея написали Евангелие один ученик Павла, а другой ученик Петра, потому что они ничего не делали по честолюбию, но все для пользы. Что же, разве один евангелист не мог написать всего? Конечно, мог. Но когда писали четверо, писали ни в одно и в то же время, ни в одном и том же месте, не сносясь и не сговариваясь между собою, и однако написали так, как будто все произнесено одними устами, то это служит величайшим доказательством истины. Аминь. Здесь она продолжительная, завтра дальше продолжим. С миром Божиим!